Техническое обслуживание автомобиля. Что-то такое? И нужно ли его вообще делать? Всем привет! Техническое обслуживание. Это комплекс мероприятий, направленный на поддержание в исправном состоянии автомобиля. Ланово-предупредительная система предусматривает следующие виды технического обслуживания, такие как ежедневное обслуживание. Ежедневное обслуживание проводится в начале или в конце рабочей смены. При ежедневном обслуживании выполняются следующие виды работ, такие как уборочно-моечные работы, контрольно-диагностические работы агрегатов или систем, влияющие на дорожное движение. Первое техническое обслуживание проводится на грузовых автомобилях каждые 3000 км, на автобусах 3500 км и на легковых 4000 км. Первое техническое обслуживание, ТО-1, включает в себя комплекс дополнительных ремонтно-диагностических, регулировочных и смазочных видов работ с целью предупреждения о подказе автомобиля до следующего его технического обслуживания, а также с целью экономичности топлива и защиты окружающей среды. Итак, основываясь на информации, которую я рассказал вам по первой части видео, я создал на основе этой информации таблицу. Суть ее заключается в том, что, например, учет масла, учет замены запчастей. Так вот, допустим, мы легко можем запомнить то, что масло нужно менять не 15 тысяч километров, как пишет завод-производитель, а вдвое чаще. Мы можем легко запомнить, допустим, то, что нужно менять охлаждающую жидкость где-то раз в два года или примерно 30-40 тысяч километров. Но мы, например, уже не можем запомнить то, что нужно менять тормозную жидкость. Да, оказывается, ее тоже надо менять хотя бы с помощью специального прибора, проверять ее, так сказать, пригодность. Об этом я буду рассказывать в последующих видео. А сегодня остановлюсь пока на этой таблице и на теоретической информации. То, что, допустим, уже это мы уже не можем запомнить. То, что тормозные накладки тоже имеют свойство изнашиваться и по факту, то есть в книгах и опытные автомобилисты рекомендуют также менять тормозные накладки где-то примерно так же, как и техническое обслуживание номер один. То есть примерно 4 тысячи километров. По факту уже мы ездим до тех пор, пока не используем ресурс окончательно, пока у нас диски не будут нагреваться, скажем так. Так вот, на основе этих мыслей, на основе этой информации я решил создать данную таблицу, дабы помнить такие моменты. И, как вы видите на экране, то, что этот банальный интерес у меня увеличился. Я начал добавлять все что-то новое. Например, я начал записывать такие моменты. Замена масла в коробке, замена колес, регулировка колпанов. Вот это не менее важный пункт. На него тоже стоит обратить внимание. Опять-таки, замена охлаждающей жидкости, замена многоконтактных свечей, замена высоковольтных проводов и тому подобное. В принципе, вы можете далее сами увидеть. Тут, в принципе, понятно. Далее, начнем с чего все-таки все начинается. Так, шапка. Ну, АвтоВАЗ ВАЗ-2013. У меня машина ВАЗ-2013-ка. Далее, как номер по порядку. Далее, дата записи. Отсчет от. То есть, какой бы на тот момент пробег. Прибавляем к этому пробегу ресурс. Через километраж заменить. Через какой километраж заменить. Прибавляем, скажем, уже так, ресурс. И запланированная замена. Все понятно. Тут, скажем так, обратный процесс. То есть, отсчитываем, какой это будет. Но, так как, как вы можете видеть на экране, цифры достаточно большие, я решил их перевести пробег километраж из-за километража в дни. Цифры стали, как вы видите, уже поменьше и как-то поудобнее. Особенно вот, например, то, что замена дворник у меня остался один день. Если посмотреть по километражу, это где-то 176. Почему так? Потому что я поставил пробег в день, у меня составляет 172. Конечно, вы можете, например, или другое число подставить. Тут же дело вкусов. Вот. Дальше погрешность. Там можно лучше пораньше, может попозже. Вот тут опять-таки дело вкусов. Следующая колонка – это наименование операции. Также мне еще стало интересно то, что цена, например, замена тех же дворников, стоит 360 рублей. Это много или мало? То есть я оцениваю качество деталей, запчастей по ценовой категории. Дальше. По наименованию производителя и магазину, которым я это купил, приобрел. Также ремонт в автосервисе. У меня был случай, то что у меня на машине развалились задние тормоза. Поэтому я решил даже не заморачиваться и, скажем так, отвезти в автосервисе, чтобы они мне с нуля все дело сделали. Работа в автосервисе у меня, как вы видите, ушло 2500 чисто за работу, за детали. 460 – это общая сумма. Все детали. Магазин также. На основе этого можно сделать какой-то вывод. Стоит он того или не стоит. Ну и дополнительно, вкратце пробежимся. Это, так сказать, я записываю свой большой пробег сзади. На данный момент у меня 172 километра пробег сзади. Дальше топливо, годовой пробег, сколько я суммарно за год накручиваю. Вот это я сделал из хозяйства то, что мне как-то попадалась на глаза такая интересная запись. То, что если пробег вашего автомобиля составляет меньше 5000, то вы можете заливать минеральное масло. Если свыше 5000 или там от 5 до 10 примерно, синтетическое или полусинтетическое. Вот, если свыше 10, то там синтетик или полусинтетик. Ну, как сказать, такое любительское. Вы можете не обращать на это внимание. Дата записи, то есть это дата, когда я приобрел автомобиль. Ну и какой пробег на тот момент был. Баллы. Ну, это когда приезжайте на заправку. У вас есть возможность заправиться либо деньгами, либо баллами. И история. Что мне тут по факту чаще всего изнашивалось. Это подкачка колес, замена свечей, проверка лампочки. Замена масляного фильтра, моторное масло и тому подобное. В общем, ердовые замены. Вот. Это то, что я хотел уже лично от себя добавить. То, что я вам до этого рассказывал, это то, что я конспектировал. И поэтому я считаю, что это важная информация и поставит вам на передний план. То, что находится про таблицу, это то, что я хотел от себя добавить. Также, я хотел бы вас спросить, заинтересовала ли вас эта таблица. Конечно, вы кто-то можете сами это сделать. Можете мне написать, попросить меня таблицу. Я с удовольствием вам ее дам. Вот только, когда будете мне писать в соцсети, например, там ВКонтакте, да. Прикрепите, пожалуйста, к сообщению вот это видео, чтобы я лучше вас понял, что вы от меня именно хотите. Также пишите комментарии по данному видео. То есть, вам нравится ли новый формат, то есть, где я на переднем плане. Также не забывайте поставить лайки. Также, пожалуйста, обратите внимание на мой YouTube канал, на раздел «Сообщество». Там я оставляю небольшие вопросы вам, чтобы оценить свою работу, чтобы знать, в каком направлении развиваться. На этом все, что я хотел вам рассказать. Также, в конце хотят создавать машины, как и люди, бывают разными.